В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я, Павел Белявский, корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Коротко о главных событиях. Кто с лопатой, кто с мастерком и малярной кистью. В Бресте прошел республиканский субботник. Трудовая акция по благоустройству территорий городов и сел. Заработанные деньги будут направлены на реконструкцию историко-культурных ценностей, укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей и молодежи, создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону. Более одной тысячи трудоустроенных, более двух тысяч рассматривающих предложения от более чем ста предприятий и комбинатов пищевой промышленности, швейных фирм, строительных комплексов. Апрельский этап ярмарок-вакансий завершился. Тот, кто хотел найти работу, нашел ее. Цветочный рай по Бреске. Город над Бугом строится, развивается, благоустраивается. Город над Бугом надевает цветочный наряд и готовится к проведению цветочного фестиваля. Об этом и не только прямо сейчас. Порядка 430 тысяч жителей Бресской области приняли активное участие в республиканском субботнике. Представители вертикали власти, предприятий и организаций региона работали на строительных и социально значимых объектах, занимались благоустройством и уборкой территорий. В городе над Бугом работа кипела практически в каждом районе. Трудовой десант, состоящий из активных горожан, несмотря на не самую благоприятную погоду, приступил к делу с раннего утра. Подробности в первом материале выпуска. Бресский обл и горысполкомы работали на нескольких площадках. Губернатор Анатолий Лис и мэр Александр Рогачук трудились на одном из важнейших строящихся объектов в западном обходе. Не так давно стартовала вторая очередь масштабной стройки. Сегодня здесь идет процесс возведения путепровода через железную дорогу и улицу брестских дивизий в створе улицы лейтенанта Рябцева. Этот объект очень значимый. Он не только для города Бреста значимый, но я считаю для всей страны, так как он будет соединять погранпереход Варшавский мост с Козловичами, с выходом на Минск, на Республику Польша и на Песчатку. То есть очень удобно будет гражданам, которые пересекают нашу границу в разных направлениях, не пересекая центральную часть города Бреста, двигаться в разных направлениях. Это очень удобно. Ну и конечно это разгрузит город Брест. Вы видите, что сегодня по центральной нашей магистрали, это Московская, Машерова, очень интенсивное движение. Поэтому это объект значимый. По традиции в рамках субботника были собраны денежные средства. Половина суммы поступит в республиканский бюджет, половина останется в местном. Они будут направлены, как и обычно. Вы знаете, у нас очень много памятников. Мы в преддверии 9 мая, Дня Победы Великой Отечественной войне, на благоустройство этих мест, также на подготовку оздоровительных детских лагерей. Нам необходимо в этом году еще завершить патриотический центр молодежный, который находится на территории Брестской крепости. Вот это основные объекты. Ну и пусть еще к тысячелетию города Бреста мы будем кое-какие делать объекты. Поэтому вот эти деньги в основном пойдут туда. Депутаты городского совета и сотрудники ДИП представительств трудились в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Убирали листву, выкорчевывали пни и сухостой расчищали дорожки. Одним словом, наводили порядок на земле. Сегодня весь город вышел на субботник для того, чтобы город стал чище, еще чище, красивее, уютнее. Мы гордимся своим городом и поэтому очень рады принять участие в субботнике и сделать его намного краше, еще краше, чем он есть. Принимаем участие в уборке территории крепости. Это даже значимо, потому что это очень такое святое место. И нигде здесь хочется, чтобы было всегда уютно, ухоженно, чистенько, аккуратно. И когда ты уже будешь здесь просто отдыхать или принимать участие в других мероприятиях, ты понимаешь, что и твой вклад здесь есть, и это вдвойне приятно. Активная работа в городе над Бугом сегодня шла на нескольких десятках площадок. Аналогичная ситуация и в остальных населенных пунктах области. Внести свой посильный вклад в общее дело смог каждый желающий. Проведение субботников помогает создать комфортные условия для жизни. Навести чистоту и порядок, которыми белорусы гордятся по праву и которые так впечатляют приезжающих к нам гостей. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. И еще раз о субботнике. Работа по наведению порядка на земле в буквальном смысле кипела, как в Ленинском, так и в Московском районе Бреста. И порядок навели, и энергией зарядились. Республиканский субботник охватил не только города и районы, но и все социальные группы. Людей разных возрастов и разных взглядов, но единых в одном. Неравнодушие к чистоте своего края. Зона отдыха Лысая гора. Четвертый и восьмой форты. Улица Набережная, Франциско, Скорины. И это не полный список городских участков, где прошла активная весенняя уборка. Про яркие моменты масштабного трудового марафона расскажет наш корреспондент Виктория Саченко. Мощный удар по мусору, который культурные горожане выбрасывали мимо урн и контейнеров, нанесли представители администрации Ленинского района города. Их энергичности можно только позавидовать. Вооружившись граблями, лопатами, метлами и другим необходимым инвентарем, засучив рукава, трудовой десант наводил порядок в зоне отдыха Лысая гора, что в микрорайоне Дубровка. Это место выбрано не случайно. Я не думаю, что это делается из-под палки. Это, прежде всего, понимание людей, что мы должны жить в достойном уголке, прекрасном уголке нашей Белоруссии. И вот этот участок – это пример того, как мы должны относиться к своей природе. Мы на протяжении 10 лет администрации Ленинского района взяли шерство над этим уголком. И, как вы заметили, здесь постоянно люди, жители микрорайона Дубровка отдыхают. Это зона отдыха. И практика показывает, что мы за 10 лет добились того, что люди стали осознанно относиться и ценить то, что нам дала природа. При проведении месячника благоустройства, значит, субботников, становится в нашем городе чище. И в связи с этим, значит, мне хотелось бы поблагодарить руководителей предприятий, организаций, которые откликнулись на наш призыв о проведении субботника. Навели в период месячника благоустройства порядки на своих территориях, на закрепленных территориях, приняли участие, значит, в посадке, значит, деревьев, кустарников. Ну, в связи с этим, как говорится, с каждым годом наш город становится район краше. В благом деле принимали участие военнослужащие. Стихийная уборка проводилась на территории 8-го форта «Литеры А» в заброшенном сооружении в микрорайоне Дубровка. Эта зона особая, исторически значимая, а потому здесь делалось все возможное, чтобы чистота была стерильной, а если учесть тот факт, что эту самую чистоту наводили солдаты, по окончании придраться не будет к чему. Однозначно все поддержали. Кроме этого, на данный момент еще на четырех объектах наши военнослужащие, добровольные офицеры, прапорщики, все занимаются наведением порядка. Взялись за уборку весьма основательно и москвичи. Несмотря на то, что погода не совсем благоприятная, настроение было все равно отличным, а потому и работа спорилась, и субботник брещане называли по-своему праздник труда. Кипит работа, да день мало. Мелько можно было услышать в ходе уборки. Для меня субботник – это всегда святое дело. Я еще в детстве мальчиком всегда ходил, убирал в школе двор школьный, еще на других каких-то мы ходили, на стройке работали и так далее. Сейчас это просто зов души, уже люди привыкли, что для нас 22 апреля или другой любой день – это субботник. Мы должны прибраться в доме, мы должны прибраться на своих территориях, в районах, в городах, в школах. Поэтому это зов души. Отвечать за апрельское преображение непросто, тем более, что марку нужно держать. Неспроста ведь пограничный Брест считается самым чистым городом в Беларуси. Ответственно и серьезно в предании лоска родному краю подключилась и брестская молодежь. Основным объектом наведения чистоты для ребят стала городская набережная, акватория реки Муховец. Сегодня человек пришел, убрал за кем-то, а завтра, через неделю он приедет отдыхать с компанией на природу и уже трижды, а то и в 10 раз подумает, прежде чем оставить за собой какой-то мусор. И, конечно же, такого рода акции необходимо проводить, чтобы не только наш город становился чище, конечно, это очень нужно, но и для того, чтобы люди сами понимали ответственность за то, что где они отдыхают, где они находятся. И порядок навели, и энергии зарядились. Сомнению не подлежит. Добрая традиция субботников не только объединяет горожан, но и помогает сделать регион и в целом страну краше и лучше. Но важно не забывать и еще об одном. Чисто там, где не заряд. Виктория Саченко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор на актуальные темы. Буквально вчера в своем обращении к Белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко еще раз напомнил руководителям всех рангов о поставленной ранее задаче. До 1 мая все те, кто находится в поиске рабочего места, должны быть трудоустроены. В Бресте этот вопрос в центре внимания. Следует подчеркнуть, что современный рынок специальностей областного центра, вопреки мнениям скептиков, медленно, но уверенно входит в процесс реформирования. Предприятия переориентируют рынки сбыта и вместе с этим совершенствуют комплекс оказываемых услуг, что в свою очередь позволяет увеличить количество новых рабочих мест. Рассказать об этом и не только позволяют ярмарки вакансий, которые проходили на протяжении нескольких недель в областном центре. Об итогах работы наш следующий сюжет. Ярмарка вакансий. Такая форма работы для Бреста все больше закрепляется в социально-трудовой практике. За последние несколько лет производственные приоритеты областного центра претерпели некоторые изменения, о которых спешат рассказать во время таких открытых встреч наниматели своим потенциальным специалистам. Жизнь не стоит на месте. Технический прогресс шагает вперед. А потому работодатели в первую очередь обращают внимание на людей активных. Тех, кто постоянно совершенствуется, повышая профессиональную квалификацию. И если она удовлетворяет запросы нанимателя, то новое рабочее место сотрудник может получить уже во время ярмарки. Как показывает статистика, это практически каждый пятый обратившийся. Сегодня есть необходимость взять человека. Вот мы пришли на это мероприятие, чтобы подыскать хорошую кандидатуру. После прохождения медосмотра мы готовы сразу же взять на работу, если кандидат у нас устроит по всем параметрам. Ищем специалистов в области отделки фасадов, штукатуров, в основном штукатуров. Вообще не напрямую идет и когда мы давим объявление, опять же, через центр занятости. То есть отсев какой-то происходит. Ну, в принципе, да, помогает. На протяжении нескольких недель каждую пятницу в Управлении по труду, занятости и социальной защите Брестского горосполкома проводились ярмарки вакансий. Более сотни организаций выступили с предложениями о трудоустройстве. Предприятий, комбинаты пищевой промышленности, швейные фирмы, строительные комплексы. Преимущество таких больших открытых мероприятий в том, что свое резюме соискатель может подать в несколько структур, а уже после выбрать для себя то, чем бы хотел заниматься дальше, например, в строительной сфере. Мы проводим эти мероприятия, чтобы наши жители могли прийти вот именно сюда, в одно место, переговорить со многими строительными организациями, предложить свое резюме не только одной компании, а ряду компаний и выбрать, наверное, самое лучшее, которое более подходит как по режиму работы, как по условиям труда, как по оплате. В числе отраслей, которые претерпевают в некотором роде модернизацию, швейное и трикотажное дело. Имея все шансы для расширения, руководство многих брестских фабрик заинтересовано в том, чтобы пополнить штат новыми специалистами. Сегодня белорусские и, в частности, брестские конструкторы вышли на тот производственный уровень, когда продукция и работа отечественных мастеров может по праву конкурировать с европейскими аналогами. Работы на склад практически нет. Все отгружается и продается в довольно быстрые сроки. Вот только одно «но». Производить предприятия могут и больше. Не хватает рабочих рук. Очень большой потенциал у фабрики есть. Ну, есть какие-то сложности, конечно, они сейчас у всех есть. Не хватает, очень не хватает швей. Если швей выполняют 50% и выше, дальше идут премиальные. Но все это нацелено на то, чтобы как-то стимулировать людей именно стараться работать. Мы работаем очень много с лицем легкой промышленности. Берем молоденьких девочек. Ну, естественно, их приходится долго учить. Потому что, ну, молодые, как всегда, они еще немножко не понимают жизнь. Где-то родители помогают им. Поэтому, ну, приучаем к труду, можно сказать так. Поэтому такая разработана политика предприятия, что в основные надбавки идут после 50%. Вот 50% нормы выработки швея делает, и дальше пошли. Основной блок проведения ярмарок вакансии завершен. Однако работу они продолжат. Правда, в немного другом формате. О датах проведения специалисты управления по труду занятости и социальной защите Брестского горосполкома будут уведомлять заранее через СМИ. Кроме того, подробную информацию можно узнать, обратившись непосредственно в учреждение. Уже известно, что темой одной из первых ярмарок в новом формате станет медицина и ее кадровый потенциал. О других событиях. Брест должен стать городом цветов. Об этом в самом начале месячника по благоустройству заявил председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук. Акцент в наведении порядка на земле будет сделан на цветочное оформление. В процесс этот уже активно включились представители коммунальных служб города, предприятий и организации областного центра. Постепенно, но уверенно, улицы города над Богом надевают свои летние разноцветные наряды. Они будут весьма привлекательными, уверена наш корреспондент Анастасия Остробко. Погода пока не балует брещен теплом. Неблагоприятствует она и активной высадке цветов. Пока представители коммунальных служб города переносят из теплиц на улицы только холодоустойчивое цветочное украшение. В их числе любимое многими за внешний вид и неприхотливость виола. Или, как говорят в народе, анютины глазки. Процесс украшения города у нас уже начался. Мы высаживаем в городе виолу. Немножко температурный режим приостановил нашу работу, но эти цветы холодоустойчивые. Но виола – это только часть будущего цветочного украшения. Уже в январе в теплицах коммунальника шла работа по подготовке рассады. Сегодня порядка 600 тысяч единиц, составляющих пестрого одеяния областного центра, ждут своего часа. Каждый год специалисты стараются сделать отличным от предыдущих. Ищут новые виды и сорта цветов, объединяют их в неповторимые композиции. Из новых растений у нас как бы вербена, хотя оно не новое растение, оно уже было применено в озеленении в те годы. Но попробуем еще раз по устойчивости к загазованности. Петуния у нас ярких цветов, но она как бы самая устойчивая к загазованности, поэтому у нас преобладает больше всего петуния, пеларгония, но очень много разнообразных раскрасок. К слову, внести свой вклад в украшения родного города может каждый. Не так давно мэр Бреста Александр Рогачук объявил о том, что в 2017 году акцент при благоустройстве будет сделан на цветочное оформление. Летом запланирован даже фестиваль цветов. Хочу обратиться ко всем. Руководителям субъектов хозяйствования, частным предпринимателям, просто жильцам. Давайте украсим свои балконы, давайте украсим свои офисы, давайте украсим входные группы, магазины цветами, интересными композициями. Давайте сделаем так, чтобы элементом проведения праздника города стал фестиваль цветов. Я думаю, что это будет все очень интересно и красочно. Этим самым мы покажем, что наш город все-таки особый город. Это город яркий, город гармоничный, где живут замечательные люди, которые любят свой город и готовы совместно с городской властью, с коммунальными службами украшать его и дальше. В процесс уже включились активные горожане. К примеру, на Советской рядом с одним из кафе появилась цветочная композиция. По словам владельцев, место стало популярным среди любителей креативного фото. Сегодня погода не позволяет сидеть на открытом воздухе, но лето не за горами и нет сомнений, что цветочная красота станет одной из причин посетить именно это заведение. Вместе с летошевым дизайном мы выработали модель стакана. Вот вы его видите, потому что мы продаем коктейли молочные и различные коктейли, поэтому мы решили сделать в форме стакана. Уже сотни фотографий мы видим со стаканом в инстаграме, а наша площадка в прошлом году, там около тысячи фотографий наши. Конечно, привлекает. Одним словом, город расцветает во всех смыслах этого слова. Не упустите возможность внести свой вклад в общее дело. Результаты труда будут радовать горожан и гостей областного центра как минимум на протяжении весенне-летнего сезона. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. В соответствии с календарем единых дней здоровья в Республике Беларусь 21 апреля – день профилактики болезни сердца. Эта дата в большом перечне превентивных мероприятий обозначена не зря. Специалисты Всемирной организации здравоохранения констатируют, уже к 2020 году количество человек, ежегодно умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний, приблизится к 25 миллионам. Цифра внушительная. Как остановить развитие такой тенденции, задача которую ставят сегодня перед собой врачи во всем мире, в том числе и в Беларуси. Что уже реализовано в деле сохранения и укрепления здоровья жителей Бреста и региона, наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая разбиралась в нюансах и тонкостях сердечных дел. Сегодня Татьяна Аполька о своем недавнем плохом самочувствии вспоминает редко. Несколько недель назад она была направлена из Березы на консультацию в областной центр. И здесь женщине сказали сразу – нужно оперироваться. Решиться на такой шаг было непросто. Но поверив в профессионализм брестских медиков, она рискнула. Очень хотелось дождаться правнуков. Вот я приехала сюда, сделали коронографию, а после коронографии меня отправили сюда, в кардиохирургию. Я уже с доктором, он меня вызвал, побеседовал, в первую очередь, главный. Но он же не может заставить человека, человек сам решает. Ну и я решила, потому что я поняла, что тут не просто так себе, помпилюльками обоюсь или чем. Тут обязательно надо хирургическое вмешательство. А жить-то еще хочется. А вот история Ивана Сороки началась задолго до того, как он попал в областную больницу. Нарушения сердечного ритма у него уже наблюдались. Однако серьезно к этому мужчина не отнесся. Восстановившись после прохождения лечения, вернулся на работу. Однако ситуация уже в более острой форме не заставила себя ждать. Вердикт врача – операция. И Татьяна Павловна, и Иван Васильевич – пациенты кардиохирургического отделения, заведует которым поистине талантливый врач, доктор со стажем Андрей Рыжко. Через его руки еженедельно проходит больше десятка пациентов. Разные судьбы, разные истории. Однако объединяет их всех одно – желание жить и надежда, что все будет хорошо. Да, с каждым годом кардиоопераций становится все больше. Проблемы сердечно-сосудистой систем выявляются. Чаще всего на первичных осмотрах. И это подтверждение того, что профессионализм медиков растет. Что теперь с помощью созданной материально-технической базы шансы человека получить помощь вовремя возрастают. Вводятся новые методы лечения. Последние методы, которые мы ввели, – это мини-инвазивная коронарная хирургия. То есть разрез производится под соском, составляя целостный каркас, костный. Ранее была в 2015 году внедрена похожая операция при клапанной патологии. Единственным минусом в этих операциях является, что не все пациенты могут быть подвергнуты таким вмешательствам, потому что ведется подбор. Об этом и не только шел предметный разговор во время пресс-конференции, посвященной Дню профилактики болезней сердца. Бесспорно, большая ответственность в этом вопросе лежит на медиках. Как вовремя распознать болезнь? Как помочь человеку справиться с недугом? Как выбрать индивидуальную методику лечения? Однако не стоит забывать и об ответственности каждого из нас перед своим здоровьем. Борьба со стрессом. Конечно, здесь можно говорить о духовной составляющей, о том, что нужно быть спокойнее, что нельзя быть очень возбужденным человеком, нельзя относиться к ближнему своему с какой-то агрессией. Это все равно возвращается, организм реагирует в том числе на такие состояния и плохо влияет на нервную систему, и даже становится бичом против самого себя. Конечно, хочется сказать о малоподвижном образе жизни. Вы посмотрите европейские страны. Как приятно видеть, когда там люди старшего возраста, 60 лет и больше, ходят, совершают пешие прогулки. Очень модно сейчас, вы, наверное, тоже видели, некоторые у нас практикуют эти занятия скандинавской ходьбой. Это очень полезное мероприятие, которое хотелось бы видеть в большем количестве. Хочешь быть здоровым – выбирай движение. В этом уверены слушатели института третьего возраста, который уже не один год работает при территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района города. Несмотря на большой перечень предлагаемых занятий, особым спросом пользуется физическая культура и активность. Те, кто посещают эти курсы, выглядят на 10 лет моложе, а чувствуют себя не иначе, как на 18. Любят говорить кружковцы. Нам нравится заниматься собой, нам нравится. Получаем заряд бодрости не только на сегодняшний день, но и вообще на целую неделю с большим нетерпением ждем следующего занятия, потому что уже организм привык и уже требует регулярности. Приходят люди 80 лет, и я просто восхищаюсь такими людьми, когда приходят, занимаются, они хотят это делать, они делают это прекрасно и с хорошим настроением. Это просто замечательно. Ты приходишь сюда как на праздник, просто вот работа – праздник. Неважно, сколько нам лет, какие у нас привычки и интересы, каждый хочет быть здоровым. Ведь жить – значит радоваться. Жить – значит мечтать. Жить – значит верить в будущее. И понимать, что причина нашего долголетия кроется в нас самих, в нашем желании жить долго и счастливо. Как же я знаю, когда оно начнется. На работу, с работы. Не узнал, когда-то случилось. А сейчас уже поздно, уже назад не вернешь. Теперь сердечко бьется, как машина. Теперь сердечко бьется, как машина. Вот сейчас доктор на УЗИ сказал, все, вам можно езжать уже домой, у вас сердечко хорошо работает. Ну вот еще поеду в Баранович, подлечусь дальше, закреплю. Ну и думаю. И думаю, что дальше буду ходить еще и танцевать. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Сотрудники МЧС Брестской области провели открытые лично-командные соревнования по выполнению аварийно-спасательных работ на высотах с применением альпинистских технологий. Состязания проходили на территории бывшего порохового склада в условиях, максимально приближенных к реальности. Соревнования включали два серьезных этапа. За победу в этом году боролись четыре команды работников МЧС. В спорте, относительно новом для представителей профессии, они показывали навыки владения альпинистскими средствами, а также физическую подготовку. О том, как это было, подробнее расскажет София Бережная. Соревнования по выполнению аварийно-спасательных работ на высотах работники МЧС Брестской области проводят лишь второй раз в таком формате впервые. Место для состязаний было выбрано не случайно. Условия максимально схожи с естественным горным рельефом. Ситуации приближены к реальным. Команды работников МЧС показывали свои навыки и умения в альпинистской подготовке в двух непростых испытаниях. По задумке одного из них, альпинист потерял сознание при восхождении на гору и получил серьезную травму. Участники соревнований должны были достать пострадавшего из расщелины и эвакуировать безопасную зону на жестких носилках. Второе задание предусматривало оказание помощи и эвакуации альпиниста, зависшего на высоте. К выполнению задач допускались работники, прошедшие специальное обучение по программе спасения на высотах. У нас сегодня возникла хорошая такая мысль, что в целях продвижения вот этого вида спортивного состязания, так и повышения навыков, профессионализма в этом вопросе, лучших ребят мы отберем и создадим такую специальную команду и отправим ребят, командируем в горы для тренировки, чтобы там они прошли такую настоящую боевую подготовку. Конечно же там с наставниками, с учителями, которые имеются в городе Бресте. Поэтому этому виду спортивного состязания быть обязательно, он будет совершенствоваться и все больше и больше людей будет в это вовлекаться. А он на самом деле очень интересный такой и притягивающий вид, потому что это опять-таки тоже элемент безопасности. Участники соревнований получили отличную возможность проверить свои силы и умения, закрепить опыт работы в команде. На выполнение одного этапа испытаний требовалось 30, а то и более минут. Слаженность и последовательность действий играли ключевую роль. Это очень тяжело физически и даже морально, потому что у нас есть соревнования, много болезопасателей, где мы там на протяжении недели участвуем, грубо говоря, сутки. Встали, пошли на этап, пришли с этапа и готовимся к следующему. И все в таком режиме, который выдержку тренирует, выносливость, качество морально-волевое. Достойный вид спорта и он также необходим в деятельности. В соревнованиях приняли участие брестские огнеборцы, работники МЧС Испинска и Барановичей. Порядка 20 подготовленных сотрудников проявили себя в спорте, который только набирает популярность. За дел отличный, перспектива развития данного вида не поддается сомнению. В будущем организаторы состязаний планируют расширить рамки и географию состязаний. Это что-то для них новое. Кому это по вкусу, кому это не понимает, что ему это нравится, тот сюда входит и отсюда уже постоянно в этом вертится. Это жизнь, это их энергия. Они понимают, что это им по вкусу и продолжаются развиваться в этом направлении. По итогам соревнований первое общекомандное место завоевали работники Брестского городского отдела ПЧС. Серебро досталось команде пожарного аварийно-спасательного отряда. В личных состязаниях лучшим стал наш герой Андрей Боярин. Участники, помимо опыта, получили массу удовольствия от прохождения экстремальных упражнений. В планах у них тренировки и совершенствование навыков. В ближайшей перспективе новые рекорды и победы. София Бережная, Дород Букнович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Букинформ. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. Если вы не успели посмотреть программу Букинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте буктв.бай. Познавательные, важные и актуальные темы. Просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании буктв.бай, а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 23 апреля погоду в стране будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с юго-скандинавского полуострова. Брещан ожидают не совсем уютные выходные дни. Будет пасмурно, дождливо, сыро и холодно. Температурный фон ночи 1,3 градуса со знаком «плюс». До 8 прогреется воздух в дневные часы. В понедельник, 24 апреля, на погоду в Бресте в основном будут оказывать влияние неустойчивые воздушные массы, поступающие с юго-балтийского моря. В погодных условиях мало что поменяется. Сыро, дождливо, сильно ветрено. Таков прогноз синоптиков. Не более 2 градусов тепла ночью и до 10 в дневные часы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова